здравствуйте всем я с украины с одессы жемчужины море война таки продолжается в нашей стране но мы верим в нашу украинскую армию что мы быстрее победим жизнь с нами прекрасней и благословенная как она была до этого только еще лучше и прекрасней хотел поделиться с одним из интересных видео с нашими владельцами слава султанинкам по поводу что же допустим да вот о чем говорили пророки там матфей да там ван и так далее да если можно такую интересную тему это как многие люди говорят думают что если он своей жизни никого не убил там где-то на них кого-то миллион не украл да там ничего такого там такого экстра экстраординария как говорится не сделал то что везде а допустим творится натворил калыш там тюрьму музыка посадили допустим очевидно то все туда все хорошо у нас один не все просто так есть такой момент потому что непроизвольно это поддержка на допустим если мы чем-то там сильно молчим или не говорим это уже где-то поддержка до 88 идет война допустим стране мы ее благословляем даже не вмешиваемся типа а я не лезу в политику политика здесь не причем и все то же самое что мы значит поддерживаем войну то есть поддерживаем грех получается так и такой момент когда допустим и еще допустим если видим что человек решит да то если мы хотим чтобы наша совесть была чиста да да мы должны человека обличить его грехе вот раз нас соответственно снимается да уже вся ответственность переходит на человека но если Если мы человека не обличили в грехе, не рассказали, мы не указали на то, что это грех, мы становимся тоже такими частичными соучастниками в том, что мы как не помогли человеку, скажем так, от этого греха избавиться. Поэтому, друзья, нужно понимать, особенно верующим, что мы действительно нужны, если есть человек, особенно, допустим, наш брат во Христе или сестра во Христе, имеет какие-то, допустим, моменты, нужно это обличить, аккуратно сказать, объяснить, почему это так или так. И так же само, вот, нужно вообще с людьми, нужно стараться проповедовать максимально, о чем говорили Иоанн, апостол, да, вот, все там, смотфеи, да, о том, что нужно проповедовать Слово Божье. Таким образом, мы можем людям объяснить, что есть правильно, что есть неправильно на основании именно Слово Божье, то есть Библию. Таким образом, люди будут понимать хотя бы, в чем они правы, в чем они правы. Если мы там сказали, значит, мы свою ответственность в себя забрали, скажем так. Поэтому, друзья, оставлю полное видео в описании, поймите, что Слово Божье является истиной в пути жизни, и поэтому только Слово Божье подчиняясь, поступая по Слову Божьему, и не умолчивая про Слово Божье, мы можем точно рассчитывать по освещенности в рай. А мы помним, что раю это прекрасно благословенно, как здесь, в Одессе, прекрасно на море, прекрасно на воздухе, только раю будет все так намного, намного в бесконечный раз благословением и прекраснее. Поэтому всем, друзья, Божьего настроения, Божьего Духа. Аминь.